Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый. Разбор на укулеле! Не да, но у Алина Швец вышла целых два альбома сразу подряд. И я у вас спросила во вкладке сообщества, что же мне разобрать. Вы написали очень много вариантов, я почекала, посмотрела. И сегодня мы с вами разбираем одну из песен, чисто которая написана для укулельки, называется «Клубничные сырки». Забавный факт, я обожаю сырки вы и Александров. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. «Клубничные сырки» «Клубничные сырки» «Расписать от тоски» «Ки-ки-ки-ки» «Если ты чувствуешь, как будто скоро сдохнешь» «Хлади скорее сырочек себе в рот» «И он тебя избавит от зимбот» «О чем грустить сырками больше ты уже не вспомнишь» Разбор на укулеле! Итак, что могу в принципе рассказать про эту песню? Она написана в оригинале уже для укулельки. Я вот не знаю, написала с оригинальными аккордами или с теми, которые я сейчас буду показывать, просто сыграла с Каподастром. Но я вам буду показывать с простыми аккордами и с Каподастром. Про него чуть попозже. Итак, аккорды. Первый аккорд, аккорд С. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд, аккорд Фа. Мы к этой конструкции просто добавляем указательный пальчик на второй струне на первом ладу. И последний аккорд, аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Обратите внимание, какими пальцами я что ставлю в аккорде G. Это очень важно, потому что многие почему-то играют так. Это неправильно. Нужно вот так вот. Так, ну и все аккорды. С, А, М, Фа и Джи. Эта связка аккордов у нас играется и в припеве, и в куплете, то есть от начала до конца. Чтобы звучать как оригинал, вы можете взять каподастер или что-то его подобие по типу карандаша и резинки для волос и поставить на третий лад. Мы считаем его как нулевой, соответственно, все аккорды, которые мы только что с вами играли, будут выглядеть вот так вот и звучать тоже. То есть чуть повыше. Да, вы можете играть так, это оригинальная тональность, можете играть без каподастера, вот как я вам сейчас просто показываю. Типа клубничные сурки. То есть чуть пониже будет звучать, вы посмотрите по своему голосу, как вам удобнее. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что тут типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Дальше давайте смотреть правую руку. В оригинале она играет вашу любимую шестерочку. К другому это у нас вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Лучше посмотрите со счетом, как я вам подписала. То есть раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Поиграть со счетом без аккордов. Просто вот этот вот рисунок. Привыкнете его играть. Дальше уже можете играть просто пока с аккордами. Пока без слов, да? А если что, мы этот рисунок играем с вами два раза на один аккорд на протяжении всей песни. Вот вы это все играете, но, естественно, это будет чуть быстрее. То есть... Вот примерно в таком темпе она у нас звучит в оригинале. Вот, пожалуйста. Кому сложно будет играть шестерочку, вы можете взять любой другой бой, который у вас получается играть. Вы можете брать тройку, типа это вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Раз, и два, и. Раз, и два, и. Но так как этот бой короткий, соответственно, вам вот этот рисунок нужно будет сыграть четыре раза подряд аж на один аккорд, чтобы у вас было полное заполнение. То есть... То есть вот такое вот полное заполнение. А если вы только-только начали играть на укулельке, лучше возьмите этот вариант. Вот шестерку вы всегда сможете научиться играть. Можно взять пятерку какую-нибудь, по типу... Что такое пятерка? Это когда мы играем с вами вниз, вниз-вверх, вниз-вверх. То есть раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и... Также, если возьмете бой пятерка, играем два раза на один аккорд. Получается клубничный ясер... Но в оригинале повторюсь еще раз, но играл шестерку. Поэтому смотрите, есть у вас целых три варианта боя, как вы можете это все сыграть. И смотрите, как вам удобно. В принципе, от начала до конца в этой песне она награет все шестеркой. Вот и припев, и куплет, и все, что можно, сыграно шестеркой. Если вы не хотите так звучать, вы хотите, чтобы было какое-то разнообразие, то возьмите так. Например, припев сыграйте одним боем, потом куплет другим боем, и следующий припев другим боем. Ну, то есть можете миксовать то, что я вам сейчас показала. Но вы можете сделать такую штуку, в оригинале ее я, по крайней мере, не слышала. На каждый куплет, точнее вот конец куплета, вы играете на последний аккорд G просто удар вниз. То есть чтобы был какой-то некий переход к припеву, чтобы как-то это разделить, иначе это будет какая-то каша-малаша. То есть вот вы, например, поете Хорошо, что в сторону был глазированный сырок. Вот просто удар вниз. В раздатке я это пометила, как просто удар вниз на аккорд G, и, в принципе, все, готово. Уже вот хорошо будет звучать у вас и куплет, и припев. То есть у вас все это будет хорошо и интересно звучать. Вот, в принципе, все, что я хочу сказать про эту песню. Реально суперпростецкая. Изи-бризи. Поэтому давайте сейчас от начала до конца им сразу все соберу со словами. Глубничные сыроки-ки-ки-ки-ки, спасат от тоски-ки-ки-ки-ки. Если ты чувствуешь, как будто скоро сдохнешь, Дай скорее сырочек себе в рог, и он тебя избавит от сырок. О чем грустить сыроками больше ты уже не вспомнишь. Пусть заклинила за ног, ну и что я съем сырок? Наводнение поток, ну и что я съем сырок? Кто-то умер, съем сырок, и все будет за шпок. Нет такой проблемы, чтоб не помог бы мне сырок. Джем клубничный и лазурь быстро выбивает ноль. Хорошо, что создал бок лазированный сырок. Глубничные сорти-ки-ки-ки-ки, спасат от тоски-ки-ки-ки. Если ты чувствуешь, как будто скоро сдохнешь, Клади скорее сырочек себе в рог, и он тебя избавит от сырок. О чем грустить сыроками больше ты уже не вспомнишь. Предал другу, ну ладно, ок, я не дам ему сырок. Он об этом еще точно пожалеет. Разобью ему ноздрю, затопчу и обысу, И заеду по лицу ему кратчей. Ничего еще придет, со стойком произнесет. Извини меня, давай сырок разделим. И наладится судьба, мир, любовь и доброта. Миново на всех злых рог, я причиной лишь сырок. Глубничные сорти-ки-ки-ки-ки, писат от тоски-ки-ки-ки. Если ты чувствуешь, как будто скоро сдохнешь, Клади скорее сырочек себе в рог, и он тебя избавит от сырок. О чем грустить сыроками больше ты уже не вспомнишь. Если тебе понравился данный видос, то обязательно поставь ему лайк. Также не забудь написать в комментариях, послушал ли ты уже этот альбом, Как он тебе, и что мне разобрать еще с этого альбомочка. Ну а для всех любителей Алены Швецы, напоминаю, что на канале есть целый плейлист. С разборами ее песен обязательно по человеку посмотри. Ну и напоследок я хочу поблагодарить всех ребят, которые поддерживают меня на бусте. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Блядь, ну откуда петухи такие вот? Так вроде бы простая песня, а вот посередине прям петух. Петушок.